Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Давайте попробуем ответить на ваш вопрос. Значит, ваш мужчина, да, так, муж, ваш муж, он постоянно предъявляет вам претензии по поводу того, что вы не делаете мне ничего для него с рекламным планом. Ну, конечно, вот изначально, да, прежде чем сделать какие-то выводы и предположения, изначально бы, конечно, было бы хорошо, если бы вы сказали, дали бы как-то вот понять, с какого момента он начал так себя вести с вами. Почему именно вот в это время он начал себя так вести? То есть, чтобы у вас до этого было ли что-то вообще у вас до этого? Жили ли вы когда-то? Вместе хорошо, ну, то есть, то есть, мирно? Жили ли вы мирно когда-то? Вот. Вот. Если решили, то, соответственно, что-то случилось потом? Вот. И так далее. Значит, мужчина, он... Только из-за этого ли вы ссоритесь с ним или есть какие-то вот еще другие причины для ссор и так далее. Значит, мужчина, он... Не то, чтобы действительно говорить про любовь и про секс. Мужчина, он... Мужчина, он... Нет, не нарциссичен. Вот именно о нарциссизме здесь говорить нельзя. Потому что нарцисс это... Немножко другое. Я не буду вам сейчас... Не буду вам все это объяснять. Ну, просто... Поверьте мне, да, То нарцисс это немножко другой тип людей И ведет себя этот тип людей Тоже по-другому. Ну, вот. Если хотите, можно будет, конечно, об этом поговорить, но... Не нарцисс ваш мужчина. Скорее, у него есть проблемы, может быть, с удовлетворенностью вообще жизнью, как вы говорите. Либо, может быть, у него проблемы, знаете, именно в сексуальном плане. Проблема. Такое вот... Тоже может быть... Человек... Просто чувствует, что его... Сексуальные предпочтения, они... Сексуальные предпочтения, они... Как бы не реализуются с вами. Вот. И... Может быть, это привыкание... Ээээ... Естественно, интимное привыкание здесь... Эээ... Играет свою роль. Но, правда, привыкание есть у всех. А вот, эээ... Ссорятся... Люди, как вы... Далеко... Не всегда. Поэтому, если здесь и привыкание, то оно явно... Эээ... Явно оно... Эээ... Аномально отклоняющееся от нормы. Потому что, еще раз повторяю, что... Эээ... Привыкание само по себе... Эээ... 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 Ээээ... Эээээ... Ээээээ... Ээээ... Ээээ... Эээээ... Ээээээ... А, ну, хочется, допустим, ему чего-то другого, да, хочется, там, какого-то разнообразия, например. Ну, сделай сам, сделай сам разнообразие, как-то прояви себя, как-то разнообразие, если тебе нужно. Он это приводит от вас. И, по сути дела, по сути дела, он ведет себя, как ребенок с вами. И вот именно это, то, что он с вами ведет себя, как ребенок, именно это заставляет меня думать о том, что это просто-напросто человек, которого подавляли в детстве, поэтому он такой закрытый. Вот он себе копил, 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 все. А тебе траванс выливают. Свои недоволитворенности, обиды, боль на родителей, на окружающих, там, и так далее. Много на самом деле, может быть, вариантов здесь. Очень много. Правильно, это понимать хорошо. Это не на вас все обращено. Вы ни при чем. Это мужчина, у него такие вот проблемы есть. И здесь вы, в общем, правильно все расшифровали, правильно расшифровали его поведение мужским. Это правильно. Но не нацисс. Дело не на нациссы. Далее. Так. Значит. Это ненормально. Да, это ненормально. Здесь вы правы. Смотрите, если у мужчины все в порядке с здоровьем, сексуальным, я имею в виду, то можно говорить именно о негативе. Можно говорить о негативе. Если вы, допустим, могли как-то заметить, что у него проблемы со здоровьем. То есть, мы говорим, что его не возбуждает. А если его не возбуждает, значит, у него все-таки проблемы. То есть, он таким образом пытается купировать свою затухающую сексуальную энергию. Опять же, это, в общем, делается за счет вас. Это ненормально. Это ненормально. Но исправить вы ничего не сможете. То есть, мужчина, он не будет меняться. По крайней мере, пока, пока вы ведете себя с ним так, как сейчас. То есть, принимаете его таким, как он есть. Так, вот, себя позволяете обращаться с собой таким образом. Пока вот ситуация так складывается, пока вы себя так ведете, ну, он и будет так себя вести. То есть, ничего не изменится вообще. Абсолютно. Понимаете? Не будет каких-то... Ну, не будет каких-то изменений с его стороны. Мне интересно, вы 10 лет, вы терпитесь это все. А для чего? Вот вы сами для чего это терпите? Знаете, в чем дело? Как бы, он, он, он зависимый все. Он зависит от вас. Скорее всего, там, у него, может быть, даже никого не будет, больше, кроме вас. Он закрытый очень сильно. И так далее. Но вы-то, значит, терпите всего. Почему? Вы говорите, вот, я с ним с юных лет. Я понимаю, что вы с ним с юных лет. Но это ничего не меняет. Для вас, по крайней мере. Вы с ним с юных лет, а человек вас использует. Вы с ним с юных лет, а человек помогает вами, как хочется. Вы с ним с юных лет, а человек не может жить без ссор, например. И получается, что вы созависимы. Потому что, вот, он от вас зависит, а вы зависите от него. Он с вами, потому что он хочет. Или, может быть, потому что ему надо. Он, вот, уже, может быть, вас и не любит, да, может быть, я не знаю. Но, может быть, он вас тоже не любит, как вот он ведет себя, так это точно не походе на уважительное отношение к женщине и, соответственно, на любовь к ней. Вот, может быть, он вас не любит. Но он с вами все равно все равно. Вот вопрос, а почему? Почему он все равно с вами? Он хочет, вы ему даете что-то? Или потому что надо? Надо. Понимаете, да? Понимаете, о чем идет речь? А выясним, почему? Почему? Вот это вот надо выяснить обязательно вам. Потому что без этого вы можете всю свою жизнь потратить на него не быть счастливой. Не быть счастливой. Занилить очень сильно свою самооценку. Потому что мужчина, он объективно, он будет вас унижать, объективно, он будет вас постоянно принижать. Ну, потому что ему это нужно. Потому что он по-другому не может. Потому что, видимо, он, может быть, боится, что вы от него уйдете. Может быть, он боится, что вы, там, ну, я не знаю, бросите его или что-то еще. Он будет пытаться за всех сил вас удержать. Он уже удерживает вас. Причем его не волнует, что вы, там, может быть, даже не собираетесь от него уходить. Он для себя решил, и все. Поэтому нужно понимать, что человек, который весят в себе, да, он, ну, там, ну, он своя схема. Так людей называют СИЗОИ. У вас мужчина, он, он скорее СИЗОИ. Он скорее СИЗОИ. И... У него есть своя картина мира. Своё восприятие мира. И вы должны играть строго определенную роль. для его, ну, для его, в его жизни, в его мироощущения. По его мнению, вы должны, ээээ, его развлекать. По его мнению, вы должны, там, что-то для него делать постоянно. Прав ли он? Да. Для себя он прав. Для себя. Для вас он, конечно, и, конечно, не прав. Но это его не волнует? Его, ээээм... Вообще, как я понял, эээ, не волнует ни что, кроме него самого. Знаете, это вот кто-то СИЗОИ. СИЗОИМИ тип личности. Как раз. Когда... Человек, ээээ... Просто-напросто... Своё видение пытается перенести на... Всех людей вообще. Всех вокруг. А если не получается, то реагирует агрессивно. СИЗОИ. 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 Почему выбрал СЕКС? СИЗОИ. 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 тип личности, да, они живут в своем мире, они живут в своей реальности. И реальность, она, к сожалению, может быть такой, что выходит за рамки того, что человек, ну, того, что человек считает. В такие моменты наступает тревожность, и появляется потребность, значит, как-то убедить себя в том, что все так же. Понимаете? Вы в нем, вы к нему привязаны, и вы, скорее всего, видите в нем кого-то очень важного для себя, я опять же не знаю любите вы его или нет, я не знаю любите вы его или нет, но по моему мнению, по моему мнению, вы, скорее всего, понимаете, что это уже не любовь, это уже кто-то нездоровый, раз вы обратились вот к нам на ресурс. А я думаю, что вы понимаете, что это уже не любовь у вас, но продолжайте еще, продолжайте еще с ним, как-то вот взаимодействовать, не знаю, может быть, надеяйтесь, что он изменится, вот, он не изменится, к сожалению. Это невозможно. Вот. Вам нужно больше думать о том, чего хотите вы. Знаете? То есть, когда вот он вас, так, порукает, управляет постоянно, вам не думать о том, чего хотите вы больше. Потому что, если вы не будете думать о том, чего хотите вы, если вы будете думать только о нем, то ситуация, к сожалению, будет складываться только так. То есть, вот так вот негативно. Мужчина знает, что вы, например, думаете только о нем. Мужчина знает, что вы не думаете о себе. Значит, вы, соответственно, себя подавляете и, как следствие, себя обесцениваете же. Вот. Ну и очевидно, что для ваших мужчин вот это вот обесценивание такое, оно, в общем-то, означает, что вас можно еще больше подавлять. Тут даже приятно, оно понимает, что это родительская такая повиция. Это такая вот родительская повиция, что вот его родители, они так же делали. То они обесценивали и подавляли его. Вот. Ну и вот то, что вас заставляет с ним быть, то, что вас заставляет с ним вот находиться и терпеть это все. И тут вы задаете вопрос, а не уходите от него? Хотя вот надо бы, надо бы уже уходить, да? Но это говорит о вашей зависимости от него, скорее всего, скорее всего. А зависимость нужно пролечить в любом случае. В любом случае. Потому что она сама по себе не уйдет, не уйдет. Что вы в ней, вы привыкли так жить, вы сами говорите о том, что всю свою жизнь вы были с ним. Всего не следует вы с ним. Вот. Я понимаю, что это очень тяжело, трудно будет. Ну, осознавать, что этот человек, например, больше не ваш. Вот. Но для выгода из кризиса, для высоты из этой ситуации есть психологи, которые вам помогут. Ваш мужчина не нарцисс. Ваш мужчина сизоид, эгоистичный, скорее с отклоненным сексуальным поведением. Вот. И вам нужно от него потихонечку-потихонечку отдаляться. Вот. Как отдаляться? Ну, во-первых, нужно сразу ему сказать, что вы не намерены терпеть такое поведение больше. Не намерены мириться с ним, вам это не нравится, вас не устраивает такое обращение такое с вами. Вот. И если он, соответственно, что-либо не поменяет, не поменяет в себе, то вы сами будете принимать мир. Вот. Он вам, скорее всего, не послушает, а вам от него нужно отдаляться и полностью, значит, например, полностью прекратить заниматься сексом. Допустим, ну, это тогда длина читала. Вот. Либо он для себя что-то выявляет и меняет, ну, начинает менять, либо он ничего не меняет, ничего не понимает и, соответственно, все остается так и вы от него уходите. Вот. Даже столько в данном случае, но, тем не менее, это единственный выход, потому что дальше ситуация будет только усугубляться, я думаю, что, ну, надеюсь, по крайней мере, что меня поддержит мои коллеги в этом. Вот. Вот. И кто-то скажет, что дальше ситуация лучше не будет, а лучше просто не может быть и никак. Ну, а вам я предлагаю подумать о том, для чего вы задаете этот вопрос, да, зачем вы спрашиваете об этом. То есть, ну, вот, допустим, узнали вы, что он нарцисс, например, или как вот я сказал СССР, допустим, ну, а дальше что? Вы спрашиваете, зачем? Вот что дальше вы делать будете? Понимаете, да, вот этот момент, он важный. То есть, вы спрашиваете, я понимаю, да, вы спрашиваете. Хорошо. А дальше что? Вы спрашиваете, зачем? Ага, простое любопытство или есть какие-то мысли уже в поводу того, что нужно делать, как, как вообще эту ситуацию разрешать, например. Или вы, напротив, не знаете, что вам делать и хотите, чтобы мы вам помогли бы. В любом случае, именно с этим нужно определиться в первую очередь, потому что простые вопросы, ну, обращенные к нему и попытки понять его, кроме только, вот, наверное, понимания того, что это не на вас нацелено, да, а это нацелено на него самого. Вот, пожалуй, только кроме этого, больше ни к нему не приведут. И я уверен, что вам этот мужчина нужен, ну, отчасти потому еще, что он вам помогает, что вы к нему привязаны, да, вы привязаны к нему, он вам нужен, он вам нужен. Вот. Я понимаю, я понимаю, что вам нужен, но и вы, пожалуйста, тоже пытайтесь понять, что в данном случае ваша зависимость, если она у вас есть, она вам только вредит. Вот. Вот. Ну, вот так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, на вас. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Отвечу на вопросы, помогу забраться себе, себе, если появится желание. Ого. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, делаю вам всего самого доброго и удачи. ПОГРАСИЯ